Что такое оптические явления? От чего появляется радуга? Чем занимаются сотрудники лазерно-физических наук? Ответы на эти вопросы ученики седьмых и восьмых классов получили на встрече в рамках городского проекта «Профтренд». С ними беседовали сотрудники Института лазерно-физических исследований в НИЭФ. Во дворце детского творчества прошел День увлекательных наук. Под руководством Евгения Салатова и Екатерины Тырзовой школьники изготовили простейшие спектроскопы и изучали такие явления, как дисперсия и дифракция. Вы могли даже не замечать, но с этими явлениями мы сталкиваемся каждый день. На площадке Георгия Рогожникова школьники с помощью подобия треугольников и нескольких простых формул смогли рассчитать диаметр пятна лазера, если им посвятить на Луну. Я всегда интересовался светом, что такое свет, его природа. И в детстве мне попалась книжка очень интересная, автор Транковский, называлась она «Книга о лазерах». Я в школе интересовался лазерами. И потом, когда выпала мне возможность пойти в ВУЗ, и я увидел, что там есть такая кафедра, как квантовая электроника, я, естественно, воспользовался этой возможностью и обучился, и стал заниматься профессионально лазерами. У отрицательной линзы фокус на расстоянии минус 50 мм, у собирающей линзы положительной фокус на расстоянии 500 мм. На каком расстоянии мы должны поставить собирающую линзу, относительно отрицательной линзы, чтобы получить плоскопараллельный, расширенный пучок. На площадке у Романа Порубова и Владимира Якунина школьники познакомились с такими терминами, как отрицательный фокус, собирающая линза, параллельный пучок. Благодаря им ребята смогли рассчитать расстояние и настроить элементы оптической системы. В итоге это занятие стало увлекательным для людей, любящих подумать. Я еще ничего не понимаю в физике. Я не изучаю свойства лазера и психических явлений. Но мне было очень любопытно посмотреть и послушать. Мы хотели рассказать на нашем стенде геометрической оптики законы оптики в действии, и чтобы дети сами пощупали руками, посмотрели, что это такое. Сотрудники на доступном и понятном языке рассказали подросткам о сложных физических процессах. На встречи профтренд очень сложно попасть, ведь на них выделяется маленькое количество мест, и поэтому успевают только самые заинтересованные ребята. Хочешь ли ты дальше развиваться в этом направлении? Ну, думаю, да, для меня это будет хорошим опытом, и это будет интересно. На мое удивление тоже получил памятный подарок. А в следующий раз участниками марафона профтренд станут ученики центра образования, для которых подготовили игру по станциям. Привет, baby skills! Спасибо!